Особое мнение на 101FM Значит, начать я бы хотела со строителей. Наверное, вы видели уже эту тему. Накануне была новость о том, что кировские строители сформировали список кандидатов в рабочую группу, которая, как я понимаю, будет заниматься в том числе совместно с нашими чиновниками разработкой некой программы развития строительной отрасли в нашем регионе в ближайшие пять лет. Вот задачи, наверное, понятны, которые стоят перед такими группами обычно. Это доступное жилье, это возможности для людей каких-то, может быть, льготных программ, еще чего-то. Это в целом создание какой-то инфраструктуры в городе, в том числе и социальной. Это я предполагаю пока, не знаю, что там группа наизмышляет. Вот вам как кажется, вот насколько создание подобных документов, оно действительно будет способствовать развитию не только отрасли даже, да, а вообще в целом города? Один мой знакомый говорил, если хочешь, чтобы вопрос не решился, создай рабочую группу. Не знаю, насколько это справедливо будет сейчас по отношению к инициативе создать рабочую группу, которая выработала план развития строительной отрасли, но вот меня опять же смущает, что сейчас все планы и все проекты у нас выносятся на следующий год. То есть, либо это начало 23-го, либо конец 22-го. Ну, то есть, удобный довольно-таки срок, сейчас основные политические события пройдут, и вот там что-то посмотрим. Я не знаю, что так долго можно в строительной отрасли прорабатывать. В конце концов, есть стратегия развития Кировской области до 35-го года. Ну, нужно брать блок строительства, посмотреть объемы, которые запланированы к сдаче жилья, например, да, там, то есть, у нас количество квадратных метров сданных должно быть порядка 600 тысяч в год. Ну, вот выполняем, не выполняем, почему не выполняем, что нужно сделать для того, чтобы выполняли. Это, мне кажется, ну, ну, пара месяцев, не больше. Это с учетом того, что информацию нужно из разных ведомств запросить, проанализировать, выдать документ. Что там делать до конца 22-го года, я не знаю. Поэтому не исключаю, что вот суждение одного коллеги относительно там бесполезности рабочих групп в этом случае может быть справедливым. Но хочется, конечно, по традиции уже верить, что это не так, и что действительно мы получим рабочий документ, и что согласно этому документу все будет хорошо и здорово. Вот в этом противостоянии застройщиков и администрации городской, я не скажу, что я прям явно на чьей-то стороне. Потому что, с одной стороны, надо ли строить жилье, когда на него есть спрос? Безусловно, надо. С другой стороны, а нужны ли нам эти свечки в центре города, например, в Первомайском районе, где, в принципе, уже нет социальной инфраструктуры. То есть мы там нигде и никогда больше, если ничего не снесем, не построим ни больницу, ни школу, ни детский сад. Соответственно, надо думать, а если вот этого не будет, то надо там строить-то еще дома, нет? А куда пойдут дети тех людей, которые там квартиру купят? Вопрос. А вы думаете, вот упирается все в свечки в Первомайском районе взаимодействия там строителей и власти? В том числе, не обязательно в Первомайском районе, но в любой точке, в центре города Кирова, если мы поставим многоэтажку, это дополнительная нагрузка на дороги, на социалку. Если есть решение, если, может, у нас есть дополнительные места в поликлиниках, да, но там в очереди все свободно. Или все свободно в первых классах, в школах. Это вы сейчас какую-то утопическую просто киберспись. Это сарказм, на самом деле. Очевидно же, что нет. Все, кто попытался в центре в этом году ребенка отдать в первый класс, знают прекрасно, о чем я говорю. Это уже нереально. А если мы еще там натыкаем этих многоэтажек, совсем все будет плохо. И это все равно аукнется власти. Не застройщикам, которые продали эти квартиры, и даже не людям, которые эти квартиры купили, потому что если ты не жил в этом районе и не осознал еще для себя, насколько это все серьезно, да, ну и купил ты квартиру, а потом уже столкнулся со всеми прелестями. В конце концов, это в том числе нагрузка на сети, да, у нас в каком состоянии, выдержат, не выдержат, а где парковочные места. Ну, то есть вот с точки зрения урбанистики, это, конечно, полнейшее безобразие. И здесь я скорее на стороне городской администрации, что абы где разрешать строить нельзя. Другое дело. Так может, рабочая группа об этом и будет говорить? Может быть, может быть, Анна, не исключаю, что об этом, но в моем представлении, чтобы определить, ну, там, понятные четкие правила игры, определить план развития отрасли, нам не нужно ждать следующего года. Все в целом и так понятно. Если, конечно, хочется пообсуждать, чтобы все выговорились, да, тут можно и 23-й год целиком посвятить этому, но не выработать никаких решений. Может быть, это создание рабочей группы просто сигнал такой своеобразный о том, что власти и застройщики наконец сели за стол переговоров, нашли общий язык, и теперь у нас и активно будут заявляться застройщики на строительство каких-то социальных объектов нужных. Мы же помним, да, когда начался вот этот конфликт, когда была проблема с выделением участков под строительство, были сложности в том числе со строительством школ, например, да, за федеральные деньги. То есть ни одна компания не выходила на конкурсы там, ну, по объективным причинам раз, да, потому что стоимость, как я понимаю, была незначительной в свете подорожания всего. Вот, и с другой стороны, это был такой как бы звоночек, сигнал, что раз вы с нами так, то и мы с вами, значит, вот так. Вторая сторона медали, естественно, говоря о том, что нельзя в центре сейчас строить многоэтажки, я подразумеваю, что где-то строить надо. И развивать другие микрорайоны, безусловно, надо, где как раз есть возможности сейчас положительно изменить инфраструктуру. То есть, опять же, и социальные объекты можно построить, и с дорогами, и как-то вопросы с парковками решить. То есть, конечно, надо разрешение на строительство выдавать. То есть баланс надо найти. Если это позволит сделать рабочая группа, да, слава богу. Но пока есть сомнения. Ну вот смотрите, про рабочую группу говорится, что она по развитию строительной отрасли будет документацию, там, я не знаю, или какую-то стратегию вырабатывать, да. А не говорится ничего о том, а будут ли представители этой рабочей группы как-то в контакте, либо еще, не знаю, там, совместно в совместной работе разрабатывать историю со строительством дорог, например, да, с развитием общественного транспорта, потому что если это не центр города, если это большие крупные микрорайоны, откуда людям надо выбираться на работу, то это значит, что нужен и транспорт, и там, ну, все что угодно, да, помимо школ, садиков и больниц. Стратегия развития Кирова должна была это все учитывать, но я не зря сказал цифру в 600 тысяч, там, плюс-минус, да, квадратных метров с данного жилья в год. Вот, и простой расчет предполагает, что при таких раскладах к 35-му-то году Киров будет плюс-минус 800 тысяч человек, если все это жилье будет строиться и продаваться, да, а внимание, вопрос, во-первых, кто все эти люди, которые в Киров переедут? Да, да. То есть мы, наверное, тогда Киров выступит как пылесос и соберет всех жителей близ лежащих окрестностей, но при этом это же наш район, это вряд ли кто-то, ну, может быть, там, жители Коми к нам приедут, а больше-то кто? Соответственно, мы понимаем, что это в целом влияет на развитие региона, вот это кто-то спрогнозировал. Отдельно можно любую стратегию продумать, развитие транспорта, развитие строительства, развитие чего угодно. Ну, может быть, предполагается, Владимир, что просто кировчане будут создавать большие крепкие семьи, в каждой по три ребенка, да, и все будут иметь возможность эту квартиру купить, конечно же, да, ну, то есть в идеальном, наверное, мире все так и произойдет. А если что-то пойдет не так, есть у нас план Б, или нужно все-таки посмотреть на план с данным квадратным метром в год и понять, что вот этот план недостижим. Кстати, мы столько не сдаем уже давно, и в лучшие годы, насколько я понимаю, сдавали там 550, по-моему, что-то вроде того. Лучшие годы — это когда из области ехало большое количество народу сюда, переселялось к нам, да? Лучшие годы — это когда у нас сфера строительства переживала прям золотые времена. И да, действительно, мы в ПФО были то ли первые, то ли вторые по количеству сданного жилья на одного человека, ну, то есть на душу населения одного области, то есть вот там, да, все у нас было классно. Ну, сейчас как-то вроде бы строительная эта отрасль не только в Кировской области, но и везде испытывает сложности, в том числе это связано с платежеспособностью населения. Понятно, что в былые годы, ну, в предыдущие пару лет льготная ипотека давала возможность сохранять спрос и, как следствие, там, давать возможность строителям жить. Будет ли сейчас сохранен этот спрос? Большой вопрос. Посмотрим. Вы в целом вообще верите в то, что цена доступная будет квадратного метра в Кирове для людей обычных, скажем так? Давайте так. Сейчас она недоступная. Но вот говорится о том, что сейчас цена квадратного метра примерно сравнялась с тем, что в Подмосковье можно увидеть в каких-то эконом-классах проектах. Да, и, соответственно, вот сейчас она недоступная цена. Для того, чтобы она из этого состояния перешла куда-то в зону доступного жилья, должно произойти что-то из двух вещей. Либо цена должна упасть. И это вряд ли, мы это понимаем. Ну, потому что все растет. Либо доходы должны подняться. И в это тоже хочется верить. Ну, наверняка они и вырастут. И причем реальные доходы. Без заглядки на то, что все инфляция съела. Поживем и видим. Пока действительно спрос упал, в том числе за счет того, что просто нет у людей возможности. А вы, кстати, верите, что в Кировской области 800 тысяч человек... О, в Кирове 800 тысяч человек будет к 35-му году. Конечно, не верю. Не верите? Нет, не верю. По одной простой причине. Если вдруг это случится, беда будет и со здравоохранением, и с образованием. И мы, в принципе, пешком, наверное, будем передвигаться по Кирову. Потому что, ну, это перебор планов вот такого развития к 35-му году, например, дорожной сети. Нет, чтобы мы все спокойно здесь разъезжались через 10 лет. Может быть, они и появятся, да? Опять же, спрос раздает предложение. Киров, конечно же, подрастет, но не до 800 тысяч жителей. Опять же, откуда брать людей? Ну, у нас сейчас в Кировской области миллион 200 жителей, да, там, ну, миллион 200 с копейками. В Киров из них где-то, ну, там, 520-550, да. Вы представляете, какие будут у нас пустые районы, если плюсом добавим отток в целом. То есть люди же у нас еще просто из области уезжают. И что получим? Совершенно голое поле в области. Ну, кстати, а если так, мы к этому готовы? Что там будут пустые территории стоять, да, заброшенные? Ну, деревня и так вымирает, это очевидно. Если прокатиться по тем деревням, селам, которые еще там 5 лет назад, ну, как-то жили. Вот сейчас многих, в принципе, нет. Во многих живет менее 50 человек. А мы понимаем, что это все пенсионеры. Там еще 5-10 лет их, в принципе, не будет. Пенсионеры и дачники, если это не очень далеко от Кирова. Если не очень далеко, то да. То есть мы можем получить, если мы хотим сюда привлечь этих людей, мы можем получить совершенно пустующие там, да, населенные пункты в области. Как ни печально, да, это в любом случае когда-то настанет, если ничего не поменяется. То есть в деревню очень сложно заманить людей, потому что мы понимаем, что там жить сложнее. Там все намного хуже, чем в городах с тем же здравоохранением, с тем же образованием, с той же возможностью как-то, ну, не знаю, там развиваться, проводить досуг. И люди, желая лучшей доли, бегут в города. Молодежь мы имеем. Да, молодежь в первую очередь, конечно же. И мало кто, опять же, хочет и готов работать руками. Остаются единицы. Есть, конечно же, вот как раз те самые очаги сопротивления от деревни. Это населенные пункты, где есть, как правило, сельхозпредприятия, ну, либо любое другое предприятие, в котором молодежь может работать. А многие или даже районы могут у нас похвастаться наличием таких предприятий. Нет. Поэтому тенденция, да, скорее всего, процесс неизбежен. И надо просто понимать, как мы в этой ситуации будем жить. То есть как жить тем людям, которых в деревне остается 50 человек. Очевидно, что тратить гигантские деньги на содержание, ну, ладно, на содержание может быть, но вот, например, на прокладку новых дорог точно нет. На ремонт старой дороги под вопросом, особенно если расстояние большое. На содержание транспорта, да, постоянного регулярного. Это на самом деле не вопрос будущего. Это вопрос настоящего. Если посмотреть на некоторые районы Кировского, тот же Котельнический район, все там уже вот давно вот так. То есть есть населенный пункт, 50 жителей, ехать до него почти 20 километров, и дорога убитая. Что делать? Ну, естественно, там район, не имея больших средств, предпочитает ничего не делать. Но встает прокуратура и говорит, не знаю ничего, ремонтируйте. Вот вам предписание, исполняйте. Цена вопроса условно там 50 миллионов рублей. В бюджете на это есть там 500 тысяч. Вот как хочешь, так и справляйся. И как справляются? Так и справляются никак. Да, то есть иногда проще главе заплатить штраф за неисполнение предписания, чем быть волшебником. Ну, опять же, не волшебники же работают в администрациях муниципальных образований. Я их не защищаю, потому что, опять же, ну, если ты уж пришел работать главой, изыскивая возможности, если не можешь ничего сделать, ну, зачем ты туда пришел? Без тебя, в принципе, так же плохо. И с тобой плохо. Ну, то есть хотя бы на зарплате сэкономили. Опять же, утрирую. И, опять же, жителям-то что вот сейчас власть скажет? Извините, вы нам не нужны? Ну, так нет. Давайте тогда им предлагать какую-то альтернативу. То есть если мы не можем вас вот здесь вот обеспечить всем необходимым, давайте что-то им предложим. Как-то их там хорошо расселим. Кто-то не согласится наверняка. Ну, план какой-то должен быть. Или, несмотря ни на что, несем вот эти затраты. Тоже понимая, что живут там такие же граждане нашей страны, как и в Москве, как и в Питере, как и в Кире. И надо их тоже уважать. Так это получается замкнутый круг тогда. То есть нет денег на то, чтобы развивать районы, да? А районы не развиваются, потому что там ничего не строится. Есть видео. И никто туда не едет. Есть видео, по-моему, в конце 70-х годов, где дважды герой соцтруда Червяков, как раз представитель колхоза в Котельническом районе, в Юбилейном, убеждает бабушку переехать в развивающийся поселок, в благоустроенную квартиру, потому что она живет сейчас одна в доме, где-то на Атшибе. По большому счету эту деревню всю бы надо уже распахать. Новые пассивные площади нужны. И вот он ее уговаривает. Говорит, переезжай, мы тебе квартиру дадим, там вот отопление, печь топить не надо. Она говорит, да я уже привыкла к своей. Он говорит, ну тут вот огород, говорит, у меня. Разобьешь огород рядом, у нас такое практикуется. Она говорит, мил человек, отстань от меня. Я тебе обещаю, я через год умру. Вот это вот, понимаете, отстань от меня. Я здесь привыкла жить, буду здесь жить. Мне от тебя ничего не надо. И более того, я тебе даю партийное обязательство умереть через год, чтобы тебе тут не мешать со своей избой. И понятное дело, что вот бабушка всеми силами пыталась остаться на насиженном месте, так она ничего ей не просила взамен. То есть как-то выживала там, привыкла. При этом, естественно, ее как-то поддерживали, содержали и привозили ей продукты. К этому придем, видимо. Получается, все-таки, вот, не знаю, мы все идем к такой системе, когда у нас будет несколько крупных, как бы, таких локаций, да, Киров, еще какие-то города по области, а все остальное это будет, не знаю, там, сельхозплощади или зарастающие лесами, не знаю, саженцами какими-то маленькими. Локализация, в общем, мировая тенденция, причем давняя, и как бы мы к этому не относились, это факт. Перспектив вот, по крайней мере, на горизонте к тому, чтобы люди вдруг снова поехали жить в деревню, а сейчас эти деревни надо создавать, то есть не просто переехать в существующую, а скорее уже создавать. Да, дачники, конечно, есть, и если посмотреть, даже не в самых близлежащих населенных пунктах от Кирова, казалось бы, там уже совсем увядшие деревни, где оставалось там по три, по четыре жителя, вдруг снова расцветают все дома, которые оставались там, еще более-менее живые, взяли и дачники раскупили. И это там сто плюс километров от Кирова. Но это частная инициатива, мы понимаем. Многие, да, хотят, но, понятное дело, не жить, да, хотят переехать на лето, особенно люди, которые уже вышли на пенсию, которых в Кирове там особо ничего не держат, зимой они здесь, а вот на лето они уехали поближе к природе. Может быть, такой формат нас ждет. Как-то это еще на какое-то время спасет деревни. Но, наверное, дальние от населенных пунктов, крупных населенных пунктов, муниципалитеты, деревни, села все-таки прекратят свое существование, тоже надо быть к этому готовыми. В общем, надо готовиться к тому, что вся молодежь переедет в Киров. Не факт, что в Киров. Ну или еще куда-нибудь. Ну, опять же, и не факт, что все равно кто-то останется и захочет на своей земле делать что-то полезное руками. Но я к тому, что все равно надо готовиться к тому, что население Кирова, видимо, будет прирастать, и будут проблемы в том числе с дорожной инфраструктурой, будут проблемы с социальной инфраструктурой, будут проблемы с общественным транспортом. И мы так плавно возвращаемся к рабочей группе. И вот даст ли рабочая группа ответы на все эти вопросы, не факт, но это, опять же, наверное, не вопрос рабочей группы, которая создается по вопросам исключительно строительства. Там еще много-много чего сразу задействуется. Начинки какой-то надо вкладывать. Про проблемы транспорта, логистики, развитие какой-то дорожной сети, инфраструктуры. Наверняка видели вчера новости о том, что в Кирове начинается создание интеллектуальной транспортной системы. За три года почти полмиллиарда рублей будет на нее направлено. Как говорится, значит, эта система будет состоять из интеграционной платформы, ряда подсистем, которые помогут управлять транспортом и дорожным движением. Значит, повышение уровня безопасности дорожного движения нам обещают, эффективные решения для предотвращения ДТП, оптимизации условий движения, трафик там и все-все-все. Вы в это верите? У меня устойчивое ощущение деживю. Так, это же было уже, да? Когда понятно стало, что эти камеры дохода не приносят из-за того, что там есть табло, нам объяснили, что, а вы знаете, у нас тут стоит суперинтеллектуальная система, которая на самом деле разруливает ситуацию с пробками, и когда-то зеленый, говорит, дольше, когда-то меньше, поэтому включать табло не представляется возможным. Но на менее, так сказать, жирных перекрестках табло почему-то запросто встает. И вот если сейчас посмотреть на ту же Московскую, где появились новые светофоры, на мой взгляд, абсолютно неправильно настроенные, потому что даже там, где пробок не было, сейчас пробки есть. Сказать, что это как-то повлияло на аварийность, не могу, наверное, надо все-таки статистику запросить. Может быть, там с этим что-то стало благополучнее, хотя, опять же, далеко не факт. Но я так понимаю, что основная задача вот этой интеллектуальной системы, это все-таки разгрузка дорожного движения. То есть это благоприятные условия. А чем не устраивает предыдущая система, если она вдруг не работает, кто-то ответственность понес за то, что деньги-то на нее тоже были потрачены. Я уж не говорю о том, что у нас сейчас, как это было, новая группировка камер видеонаблюдения, но фиксации скорости и фиксации нарушения ПДД установлены по всей области. И нам то же самое объясняли, что вы знаете, эти камеры нацелены на снижение аварийности, ну и далее по тексту. Люди будут меньше гонять, не будут обгонять через сплошную. До недавнего времени перед этими камерами даже не стояли предупреждающие знаки. То есть это говорит о чем? Очень хотелось, чтобы штрафы людям, наверное, приходили. Потому что если ты хочешь, чтобы действительно снизилась аварийность, чтобы люди скорость снижали там, где ее надо снижать, так ты натыкай этих знаков о том, что камера стоит. Опять же, как во многих других... Зачем тратиться на знаки, если люди все равно получат штраф и будут знать теперь, что тут камера стоит. Вот. Это вот как раз вопрос об этом. А вы поставьте знак о том, что здесь камера, даже там, где камеры нет. В Нижегородскую область. Заедьте, там вот так есть. И это, наверное, как раз говорит о том, что вы заботитесь о... О безопасности. Да, о людях, которые вот, может быть, неразумно превысили скорость и так далее. Да, то есть увидел знак, скажет, дай-ка я вот снижу скорость. Сейчас же получается история, что мы даже о камерах-то не сильно предупреждаем. Так это прозарабатывать. Не надо нас обманывать, что вы тут печетесь о нашем здоровье. Ну, то есть плевать всем на аварийность. Надо деньги зарабатывать. Я не соглашусь. Года три назад. Просто метод другой. Года три назад. Еще раз говорю, поставьте знаков побольше. То есть если хотите, чтобы скорость снижали. Мы почему-то не ставим их даже там, где камера стоит, камера висит. Года три назад, наверное, при принятии бюджета планово от камер, доход от штрафов, бюджет закладывался в середине года. Плюс 200 миллионов рублей. И я тогда коллегам сказал... В год? За полгода. А за полгода? За полгода. И я коллегам тогда сказал, коллеги, вы, пожалуйста, вот после пленарки не забудьте нарушить пару раз и штраф заплатить. Потому что мы в противном случае рискуем не выполнить показатели бюджета целевые. Что значит мы закладываем планово размер, какую-то сумму от штрафов, поступивших за нарушение ПДД. А если завтра все стали сознательными, перестали нарушать? Ну, я понимаю, что эти деньги по концу года все равно кто-то нарушит, все равно придут. Ну, придумаем мы куда на социалку их потратить. Это же деньги, их много не бывает. А вот так, чтобы планово заложить. Хорошо, мы заложили, ну, например, на приобретение лекарства эти деньги. И что, давайте кроме шуток нарушать, чтобы кто-то без лекарств остался. Ну, то есть это же очень странные все вещи. Так живем. В общем, не верите вы в то, что эта интеллектуальная система справится с задачами своими? Я верю, что кто-то заработает на освоение этих 400 миллионов рублей. В это верю. А в остальное нет? Ну, скорее нет. Потому что, еще раз говорю, а что со старой этой системой? Расскажите сначала, что с ней не так? Кто понес ответственность за то, что мы ее установили, а она не работает? Или, может быть, опять же, там оператор не тот? Это передел рынка очередной. Если помните, дай бог памяти, в апреле или в мае на законодательном собрании рассматривался проект закона, который предполагал исключение по проведению закупки на право обслуживания вот этих самых камер, которые по области расположены. То есть, мы отходили от конкурса и впрямую отдавали обслуживание транспортному комитету. Вот, на мой взгляд, категорически неправильная история. И даже при презентации проекта закона, при докладе, Минтранс умолчал, что есть отрицательная позиция антимонопольной службы. В итоге это выливается в то, что протест от антимонопольщиков пришел. Сейчас непонятно, как действовать. В моем представлении, все-таки надо делать то, о чем я и тогда говорил, отменять вот этот вот принятый закон. Тогда его даже принимать не надо было. Об этом коллегам говорил. Вообще, зачем нужен этот самый транспортный комитет, никто не знает. Потому что транспортный комитет создали, при этом, если посмотреть количество автотранспортных предприятий, которые позакрывались в районах, их гигантское количество. Сказать, что этот транспортный комитет кого-то спас, никого он не спас. То есть его создавали только для того, чтобы его одной функцией наделить, обслуживать вот эти самые камеры, так еще и без конкурса. То есть они даже конкурс выиграть не могут. Они, значит, неконкурентно способны. А еще и нам объясняют, что это затрат бюджета не повлечет, хотя очевидно, что повлечет. Элементарно у них там техники не было на обслуживание этих камер. То есть там ушки нужны. Ну, в общем, с этими камерами целая беда. И опять же, вот в эти там, в эффективную трату этих 400 миллионов я не верю. Вы не верите. Ладно, давайте мы немножко поближе к нашему времени. До юбилея полтора года остается, да? Даже поменьше уже получается. До юбилейного 2024 года 650 лет будет Киров праздновать. И к этому моменту, как мы года два назад узнали, фасады многих домов в Кирове должны быть отремонтированы. Задача эта поручена фонду капитального ремонта. Фактически вот на прошлой неделе фонд капремонта был приглашен в общественную палату, где на заседании рабочей группы по контролю в сфере ЖКХ как раз рассматривали возможности этих работ. Что по цифрам получается? Значит, в рамках подготовки к 650-летию города планируется отремонтировать 242 многоквартирных дома. Из них 23 объекта культурного наследия. На этот год запланирован ремонт 46 домов, остальные в 2023 году. Мы с момента создания фонда капитального ремонта каждый год видим прекрасные совершенно цифры о том, сколько домов должно быть отремонтировано. И каждый конец года или начало следующего мы видим, что отремонтирована какая-то незначительная часть из планов. И о том, сколько денег осталось на счетах фонда капремонта. Да, да, совершенно верно. Но здесь-то уже, смотрите, здесь отбивка такая достаточно знаковая. То есть это юбилей города. Если фонд капитального ремонта не справится с ремонтом, в том числе фасадов к юбилею города, то это, наверное, будет уже вообще от АТА очень плохо. Анна, что такое вот сейчас такой внеплановый ремонт фасадов многих зданий в городе Кирове? Это значит, что другие дома останутся без планового ремонта крови, без планового ремонта систем отопления, кто-то без планового ремонта фундаментов останется, да? А как это скажется на безопасности даже вот этих домов, вот этих зданий? Вопрос. И если у нас уж создавалась в конце 2013 года программа капитального ремонта в целом по Кировской области, наверное, она продуманная. Это, к несчастью, снова сарказм. Не продуманная она ни разу. Но она, если там мы в 2013 году поняли, что она плохая, даже в 2013 не поняли. И уже в 2014 сами представители фонда капремонта муниципалитеты и жители домов, которые там на спецсчета уходили или которые просили перенести сроки ремонтов, вот уже тогда понимали, что программа долгосрочная у нас, да, до 43-го года, она, мягко говоря, кривая, и надо ее менять. То почему мы до сих пор ее не изменили, а в угоду каким-то датам или желанию, в угоду чьему-то желанию мы берем и эту программу переписываем. Еще раз говорю, вот с красивыми фундаментами, если рядом дома начнут, которые вот не на красной линии начнут падать, потому что им капитальный ремонт не достался. Или, не дай бог, там крыша у них там. Но это вы какую-то прямо апокалиптичную картину. Подождите, а что такое капитальный ремонт? Это необходимый ремонт для того, чтобы дом, ну, в принципе, можно было дальше эксплуатировать, правильно? А кто сказал, что вот в той программе, которая до 43-го года, уже не просрочены, так сказать, вот плановые ремонты по несущим конструкциям, например? То, что касается безопасности, а не только красивого фасада. Владимир, мы сейчас убежим на рекламу, через полминуты вернемся и продолжим. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в эфир. Депутат Законодательного собрания Кировской области Владимир Костин сегодня высказывает особое мнение. Мы про тему капремонта продолжаем говорить. Капремонт фасадов к юбилею. Красивая картинка, с одной стороны. С другой стороны, вот Владимир говорит, что кто-то может пострадать от того, что руки не дойдут до других, более, может быть, важных, с точки зрения безопасности жителей того или иного дома работ. А у меня вопрос другой. Цифры, которые нам озвучивают каждый год, мы понимаем, что не успевает фонд капитального ремонта. Гарантии, что в следующем году 200 домов они сделают, почти 200, я, например, не понимаю, кто может нам дать. У нас, кстати, через полчаса здесь будет фонд капитального ремонта, и мы поспрашиваем. Вот, и есть еще ведь один момент. Это значит, что следующее лето, следующий летний сезон Киров просто будет уставлен весь лесами, если все-таки фонд капремонта найдет руки и деньги. Ну, во-первых, мысль закончила о том, что кто-то останется без ремонта. В фоне капитального ремонта сейчас не одна сотня обращений от жителей домов по переносу сроков ремонта. То есть у кого-то действительно сейчас есть сложности, у кого с водовой, у кого с крышей. И они просят сроки ремонта перенести на более ранние. Им будет отказано, потому что нам надо ремонтировать фасады. И леса-то в этой истории не самая страшная. Те, кто бывал в прошлом году в Нижнем, знают, что, к сожалению, для нижегородцев весь юбилейный год, вот Нижнему было 800, Нижний провел в лесах, в ремонтах. В раскопках. В раскопках, да. Но я не знаю, вот лично я, как житель Кирова, готов был бы потерпеть, если мы бы год юбилейный прожили в каких-то вот таких ремонтных работах, а следующий год начали в обновленном, таком, сверкающем, яркими красками Кирове. Вот хуже будет, если этого не будет. Если у нас не будет ни в этом году, ни в следующем, и никогда лесов, если не будет вот этих раскопок, ремонтных работ и всего прочего. Очевидно, что ремонт надо перетерпеть, чтобы потом было красиво. А будет ли у нас красиво? То есть, быть довольными от того, что, ну, слава богу, у нас лесов нет, и все такое обшарпанненькое, страшненькое, ну, наверное, сомнительная тоже перспектива. Вы за леса? Я за леса, безусловно. Пусть их будет как можно больше, пусть у нас все будет отремонтировано от дорог до фасадов. Поэтому не вижу ничего плохого. Но верите в это? С трудом. Готовиться надо, на самом деле, сильно заранее. И когда у нас есть четкие проекты, еще и согласованные с Москвой, потому что, ну, на свой-то бюджет сильный юбилей не отметишь. И как показывает опыт, ну, того же Нижнего, например, да, федеральный центр выделяет на юбилеи городов неплохие деньги. Но это было в иных экономических условиях. Ну, условия всегда специфичные. И коронавирус был, например, для Нижнего тоже ударом, да, когда федерация сильно потратилась на поддержку некоторых отраслей экономики, на прямые выплаты гражданам. Но ничего нашли. А что у нас после юбилея Кирова будет такого, что мы скажем, вот к юбилею сделали, вот смотрите, вот сейчас вот на долгие-долгие годы. Я не знаю. А вы, кстати, считаете, что что-то должно быть построено такое, чтобы можно было смотреть? Честно говоря, вот я рассчитываю на то, что что-нибудь будет построено. Вот прям вот построили, и потом смотрим, вот радость-то какая. А вот если три какие-то объекта, например, предложить вам выбрать, вот, ну, не знаю, там, из разряда мечты, что бы должно было быть построено, вы бы что выбрали? Ох, ну, если уж мечтать, я на самом деле согласен с предыдущим губернатором, который говорил, нам нужна большая концертная площадка. Вот я согласен с этим. То есть вы считаете, что это не про шарики-фонарики, это важно действительно, да? Это исключительно не про шарики-фонарики. Те, кто, например, был на больших концертах в других городах, понимают, что это, ну, совершенно другой уровень. И восприятие Кирова в том числе. Если уж к нам приехали там со всех других городов и посмотрели, о, Киров такой классный, ну, это здорово. Я, наверное... Так, большая концертная площадка. Да, и дальше все намного прозаичнее. Я за то, чтобы у нас транспортные развязки появились. Это дорого. Это на самом деле дороже, чем построить какое-то одно здание под какой-то функционал. Если мы понимаем, что Киров будет развиваться вот каким-то образом. Много говорили про дублер улицы Ленина. Много говорили о том, что нужно там Киров как-то закольцевать там обходом. Вот обход, мне кажется, это, ну, как минимум, второе направление, которое должно появиться. И третье — ливневки. Ливневки. Ну, вот, да, это беда в многих городах Кировской области, но Киров должен, наверное, первый с этой проблемой справиться, если уже вдруг помечтать. Если вдруг помечтать. Так, хорошо. Как вам кажется, туристическая инфраструктура Кирова к 2024 году будет развиваться или нет? Вот у нас полтора года осталось. Я так понимаю, что здесь поставлен был план в миллион туристов в 2024 году. Что за любовь к миллионам? Притом, что 330 тысяч по итогам прошлого года было, да. Вот миллион туристов до Кировской области, вообще это реально или нет? То есть приедут сюда или не приедут, это другой вопрос. Наверное, организуем, не организуем. Тут что-то такое, на что можно будет приехать и посмотреть. Вот с точки зрения технической вообще справится инфраструктура наша. Ну, то есть, чтобы принять такое количество людей. Да, нам обещали миллион тонн молока. Я так понимаю, не особо получилось, надеюсь, получится с миллионом туристов. Но, опять же, это вопрос комплексный, да. Что приедет этот миллион туристов к нам смотреть? Здесь ведь тоже важный вопрос. Смотря ведь, как посчитают. Количество людей, которые так или иначе поучаствуют в культурно-массовых мероприятиях, например, из планов Министерства культуры, дай бог памяти, по-моему, 8 миллионов человек. Напомню, у нас вся Кировская область, это миллион двести. То есть, 8 миллионов человек поучаствуют у нас в различных мероприятиях. Ну, естественно... А, они некоторые, мне кажется, посчитаны просто по несколько раз. Конечно, нам так и говорят. Некоторые придут по нескольку раз. А как посчитать численность людей, пришедших на какое-то мероприятие на театральной площади? Ну, очень на глазок. Как посчитать, опять же, количество людей, пришедших на бесплатную выставку? Очень на глазок. То есть, ночь в музее, сколько человек посетит? Да сколько нарисуем, столько и посетит, собственно говоря. Поэтому можно любую цифру выполнить. Но с туристами считают по объектам размещения, насколько я понимаю. То есть, все-таки по количеству ночевок считают. Ну, дай бог, если так, а если я там приехал кому-то... Ну, понятно, как к друзьям, к родственникам. Да, как бы не считали, при том, что, насколько я понимаю, сейчас у нас 300 тысяч туристов в год. Задача на миллион выйти. Чем будем заманивать? Отремонтированными фасадами? Ну, наверное, тоже как достопримечательность неплохой. Такой подход придут, посмотрят, скажут классно. Многие приезжие урбанисты очень хвалят Киров, его историческую часть, как раз за сохранность вот самой застройки. Но говорят, что, боже, это в таком ужасном состоянии у вас. Да, и это классно, и эта заслуга-то не наша. То есть, а мы-то чего сделаем для того, чтобы в Киров хотелось приехать? Если к вам приезжали гости из каких-то других регионов России или зарубежья, вы наверняка сталкивались с вопросом, а куда сводить? Да. Куда водить? Каждый раз. Вот у меня каждый раз проблема, потому что, ну, в Кирове, на самом деле, особо сводить-то некуда людей, да, чтобы посказать. А вот это Киров. И чтобы люди сказали, о, как у вас тут классно, здорово. У художественный музей, палеонтологический музей, не знаю, там, условный Юркин парк, если это гости с детьми. Вот накидали под целевые группы какие-то варианты. Ну, вот так, чтобы все сказали, вот как в Ешкар-Ле, например, а идите-ка в центр на набережную Брюги, да, пройдитесь по Патриаршей площади, там, сверните, я не знаю, там, к храмам, вот тем, которые построили. Вот у нас такого нет. Или там, допустим, в Ижевске, сходите в крутейший зоопарк, да, там еще куда-то. Ну, про Нижний говорить не буду с Казанией, да. А в Кирове куда? Даже если сравнивать... А в Кирове всех отправляют, между прочим, к арке Вятского Кремля. Очень многие. Я, между прочим, со своим недавним знакомым, кто приезжал из Ижевска и не был еще там, как раз туда ходила, показывала. Ну, хотя бы прогулялись. Это силами активистов сделано, между прочим. Я согласен при этом, что у нас есть, опять же, там, и вариант по набережной походить, и к Ротонде, наверное, сходить, да. Но вот... Чем это отличается от других городов? Чего-то отличительного такого у нас нет. И более того, кто-то вообще задумался об этом. Нет, я не знаю. При этом старались бизнесмены, да, там, определенного рода музеи построить, создать и сейчас держать их на плаву. И действительно, это вот те места, куда хочешь, не хочешь, поведешь. Потому что особо больше некуда. Это мы про музей мороженого, видимо, говорим. Шоколада, да, 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 да. Туда приезжают организованные группы в том числе, да. Да и, опять же, когда просто гости приезжают, водишь, показываешь, смотрят, что-то приобретают. Бизнес включился и уверен, что готов включаться дальше. Где здесь власть? Вот, к 650-летию, без него, мы, повторюсь, мы как будем добиваться миллиона туристов? У нас есть крутейшие, если по области посмотреть, крутейшие места. Да, природные мы имеем. Да, 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 это водопады, это, опять же, там, скалы, да. Это, опять же, в Котельниче динозавры, да. Но все в таком состоянии, что ехать туда не хочется. У нас есть крутейшие мероприятия, на которые со всей страны едут. Например, в Орлове многие годы подряд проводятся, доходили даже до этапа Кубка России по, например, мотокроссу. Там не только в Орлове, в Вятских полянах и так далее. Но в Орлове спортсменов просто негде поселить. А если их прокатить по, они ездят по дороге через Орлов, вот к месту как раз, где соревнования проходят, там не каждый автобус проедет. Вот такой большой, крупногабаритный. При этом сами жители Орлова с большим удовольствием ходят на эти мероприятия. Зимой там проходит то же самое, только на снегоходах. Кто туда особо ездит-то? Да, из Кирова даже никто не ездит, мне кажется. А можно ведь из этого сделать конфетку. А опять же, а как финансируется вот то, о чем я говорю? Там же куча всяких затрат. Я не говорю там о судьях, но о чисто организационных вещах. Если там уж положено скорое на мероприятие, и эту скорую организатор обязан оплатить. Сколько, опять же, помощи он получает от, ну, например, областных или там районных властей. Ну, сказать, что слезы, это дать аванс. Ничего они не получают, а проводят на свои. Но, когда проведут, это обязательно попадет в отчет Министерства спорта. И вот столько-то спортсменов поучаствовало, столько-то зрителей прибыло. Вот если так подходить к вопросу, ну, наверное, наши авиацкие активисты, да, там, что-нибудь создадут, добавят туристического потока. Где здесь еще раз государство? То есть миллион туристов, это очень крутая задача. Чем подкреплено? В том числе, за счет каких рублей это будет сделано? В общем, тоже надо создавать рабочую группу Владимир. Вот что я скажу. Ну, почти Бог. Спасибо большое Владимиру Костину, депутату законодательного собрания. Мы на этом особое мнение завершаем. Владимир, до свидания. Всем доброго дня.